Сегодняшнее предприятие ХРП «Фтазас Мотор» – завод с вековой историей. Начало его трудовой биографии с 1908 года, когда предприниматель Заферман основал чугунолитейное и машиностроительное производство нефтяных двигателей. После революции получает название «Второй советский завод». Позже на его базе организован завод «Победа». В 1936 году «Победа» переименован в дизелестроительные имени Микояна. Великая Отечественная война, эвакуация. Сразу после освобождения Мелитополя Государственным комитетом обороны было принято решение приступить к срочному восстановлению цехов и приему рабочих. Новая страница в биографии завода началась в 1958 году. Ему было присвоено имя «Мелитопольский моторный завод». В 1960-м предприятие выпускает свой первый силовой агрегат с воздушным охлаждением «Мемск-965» мощностью 23 л.с. А через пять лет завершены были работы по доводке конструкции нового силового агрегата собственных разработки «Мемск-968» мощностью 40 л.с. Друзья, мы рады приветствовать вас в музее Мелитопольского моторного завода. Вход сюда, как я понимаю, закрыт. То есть человек просто с улицы зайти не может. Но у нас впустились за что благодарность директору завода. У меня есть такой немножко неожиданный вопрос. Мы к вам приехали на автомобиле ЗАЗ-1102 «Таври» 1991 года с двигателем 1,1 литра. Что бы я хотел узнать? Что-то вас лично связывало с этим автомобилем? Может, у вас было, может быть, есть. Может, вы можете что-то рассказать интересное про эту машину? Ну, конечно. Все, когда мы начали выпускать в 87-м году эти автомобили, за ними стояла очередь. На заводе тоже стояла очередь. Давали лучшим из лучших. Ну, я вот получил автомобиль первый из «Таври» в 1991 году. Это темный беж, этот цвет был мечты. Не, ну вообще, это был самый современный автомобиль на то время. Вот то, что я могу сказать. Этот автомобиль, он ценился на уровне, если я могу сказать, что его меняли в Мелитополе на «Жигули», на шестую модель. Просто меняли. Ну, раньше были вот эти отношения, которые можно было на базаре постоять. И стояли, продавали эти вот, они автомобили продавали, продавали просто техталон, что у тебя есть автомобиль. У тебя гарантированно его забрали, ты не стоял. Спрос, который был в Запорожье, потому что получали в Запорожье. Там люди сутками сидели на канистре бензина, потому что бензина еще не было тогда, что надо было заправляться. Ночевали там, лишь бы получить этот автомобиль. То есть, ажерта, только автомобили пошли на площадку и их сразу разбирали. Притом разбирали со всего Союза. Даже я брал, при мне там с Латвии брали. Поэтому это, конечно, тогда был этот спрос, это новейший автомобиль был. Впечатления самые хорошие остались. Во-первых, зная производство, зная, это как моторщик, да. Мне, допустим, не страшно было там посмотреть, что там. Но за этот год никаких проблем нет, кроме смены масла там было. Потому что раньше 2000 проехало, надо было поменять масло. Таврия те 91-го года, это совсем другой уровень был. Ну, конечно, по сравнению с тем, немножко изменилась и конструкция, немножко отношение изменилось. Это важно еще и карбюраторный, да? Да. То есть, немножко другие условия эксплуатации на сегодняшний день. Ну, заглянув историю, можно сказать, что на то время это было достаточный уровень качества и производства. Немаловажное достоинство машины – вместительный багажник. Если учесть, что Таврия имеет повышенную пятую скорость, расходует на шоссе менее 5 литров бензина на 100 километров и значительно дешевле других малолитражек, можно считать, что адрес машины для молодых выдержан. Я Гаврин Николай Сергеевич. Я работал главным инженером моторного завода. Я пришел на завод в 1967 году и учился в Вечернем институте. Потом перевелся в Запорожский машиностроительный институт. И в 1973 году я его закончил. Это у меня диплом о высшем образовании Запорожского машиностроительного института. Автомобильный факультет. В это время завод выпускал две модели двигателей и коробок передач. Сорокосильный целый ряд, он делался уже и наши конструкторы участвовали в разработке. Коробку передач в основном наши проектировали. Задача была поставлена, конечно, Москвой и Кремлем делать такие автомобили. Бюро было большое, 75 человек по штату, у нас чисел 55 только конструкторов. С 1976 года я начальник конструкторского бюро. К началу 80-х инженеры-конструкторы завода завершили основные работы по созданию нового двигателя водяного охлаждения модели МЕМС-245. МЕМС-245 модели в мире уже не лудили поршни. Ясно, что это нам тоже было известно, нашим конструкторам было известно. Они тоже изначально сразу разрабатывают такой поршень, который не нужно лудить для преработки. Таврейский поршень от Таврии. Вы обратили внимание, что поверхность не шлифуется, а как вроде резьба нарезана на юбке. Вы это видите. Там определенный профиль. Это да, идет нарезка резьбы, по сути дела. Это делается для того, чтобы удержать масло. И при такой конструкции лужения не надо. Двигатель можно запускать и сразу выводить на серьезный режим. Он не требует, практически не требует преработки. Обкатка, то это минимальный откат. Его можно запустить, и он только проверяется качество на стендбуре. Но не обкатка идет. Много сил и энергии созданию нового силового агрегата с жидкостным охлаждением отдал директор завода Владимир Петрович Тимошенко. В его поле зрения постоянно находились и социальные вопросы. Построен детский оздоровительный центр «Смена», спорткомплекс, санаторий-профилакторий, жилые дома. Продолжили дело Тимошенко руководители, возглавляющие предприятия. В последующие годы Василий Михайлович Гробовый, Николай Сергеевич Гаврин, Анатолий Иванович Андрейченко. Тимошенко Владимир Петрович. При нем работы начинались раньше, до него. А вот основная часть при нем проводилась эта работа. Конечно, он конструкторов давил, чтобы были изобретения. 80% примерно – это наши разработки собственные. Видите, все развернут. Основные разработки – это наши. Конструктора смотрели, изучали, что делается в мире. Это не значит, что неправильно переносить копии. Давайте, я говорю, любое возьмем изделие, и пусть новые сейчас люди, которые занимаются разработкой, не будут опираться на плечи предыдущих поколений. Они ничего не сделают. Давайте представим себе, что мы сейчас никого не выучили, а потом научим их писать. Будем учить писать снова долгие-долгие годы. Вот есть и все, да? Так и здесь вот, на пустом месте ничего не создается. Смотрится, что в мире делается. Потом какие-то заимствуются те, которые не запатентованные. Вот есть запатентованные, там не возьмет конструктор в разработку. Он знает, что это патент, надо оплачивать деньги, покупать и так далее. Это все полностью наши разработки. Это наши конструктора. Автомобиль Стешенко уже был разработан для того, чтобы можно было передать на разработку технологий. В 1987 году – это ошибка. С 1988 года, с января, ввели мощности. Я лично подписывал акты государственные. Я это очень хорошо знаю. Для многих десятков тысяч наших соотечественников и потребителей Таврия была помощником и другом. Истинно народным автомобилем. Этот двигатель произведен в 1991 году. Оборудование новое в то время было еще. Отвлаженное. Отвлаженное довольно хорошо. Завод работал устойчиво. В 1991 году мы их немного выпустили. Именно таких вот раскручивалось производство. Мы еще 40-сильный силовый агреат делали. Но уже производство раскручивалось. Основное оборудование. Финишное. Все было у нас. Автоматические линии практически все стояли. И делали на них. Поэтому я даже не говорю о деталях, которые там стоят. Они сделаны достаточно качественно. Если современные масла заливать, я говорил, у нас был ресурс 135 тысяч километров. По техническим условиям. Ее можно смело писать. 300. 300 смело писать. Даже на этом двигателе. Применяя современные масла. Применяя те автолы, которые применяются. 80 тысяч вы можете и через 80 тысяч разбирать и перехонинговые цилиндры. Перерастачивать и так далее. Почему? Потому что масла не дают возможности. Здесь все сделано. Занание двигателя сделано. Постсовременное все. Ясно, что сейчас двигатели уже такие не делают. Стоит система впрыска. Нормы минимум евро-3. Вот сейчас даже когда мы смотрим, скажут, о, внешний вид. Правильно, сейчас крышка закрыта. Вы ничего не видите там. Правильно? Но он сделан удобно. Например, вот он восьмиклапанный у нас. И вот доступ к свечам легкий. Представьте себе 16-клапанный. А нельзя разместить так свечи. Где они? Вот здесь. Попробуйте, если. Без специального инструмента. А вы ее не снимете, его выкрутите, и все, она там и останется. Как ее вытащить оттуда. Поэтому вот это все усчитывалось раньше. А дальше двигатель уходит вперед и вверх. Ясно, что вводятся изменения. Автомобиль конструктивно прост. Надежен в эксплуатации. А ведь известно, что простота – это результат сложнейших поисков. А надежность достигается качественным изготовлением деталей и агрегатов с применением высокопрочных материалов. Во время разработки конструкции очень важное значение для экономии топлива, для экологии имеет значение конструкция головки, головки цилиндров. Даже у конструкторов в верхушке были разногласия. Первоначальная головка цилиндра была сферическая. Потом неожиданно группа инженеров наших решили сделать кленовую головку для этого двигателя. Кленовая головка делается механообработкой. Если сферическая обработка хуже поддается, и нужно вообще-то и литийот более точный делать, то здесь механообработкой можно получить любую точность. Достаточно высокую точность механообработка это позволяет. И когда провели испытание, получили совсем другие показатели. По расходу топора, по остальным показателям и так далее. Получили мощность на объем 1,1,1, жестко улучшился двигатель. Тогда конструкторы берут под мышечку чертежи, идут к нашему передовому директору Тимошенко и говорят, Владимир Петрович, вот у нас вот такая головка, вот эта головка. Мы считаем, надо ставить такую. Изначально двигатель будет лучше, выше по уровню. Я говорю, он передовой у нас был, прогрессивный мужик. Так собирают всех. Оборудование поехать, перезаказать, делать кленовую головку. Вот так она родилась. Субтитры делал DimaTorzok Поднимали ресурс, увеличением давления. Потом еще, а это меняется смазка, меняется отверстие. Как подать смазку тогда под рокеры и так далее. И вот в этом направлении тоже шла. И потом дальше уже модернизированные, улучшенные головки, у них ресурс значительно выше, чем у первой головы. С 2001 по 2005 годы техническим департаментом предприятия руководит главный инженер Николай Сергеевич Гаврин. Под руководством которого вели с работы по подготовке постановки на производство силового агрегата «Мемск» 307,1,3 литра с системой развернутого впрыска топлива для автомобилей «Сенс» «Славута». Другие узлы то же самое делали по-разному. Например, распределительный вал. Если брать на сороковку, то мы стальное у нас, мы его сверлили, мы термообрабатывали специальную термообработку, чтобы для ходимости. То мир уже не делал, он делал чугунные. И делал методом оплавления. Это нам было известно. Очень важное значение имеют фазы газораспределения. Это все отработка наших экспериментальщиков. Там малейшие, буквально на минуту сдвигаются углы и так далее, чтобы получить наилучшие показатели для этого двигателя. Термообработанный, каленый, шейки все каленые. Если старые моторы, все наши, 30-ка, 40-ка и остальные, они не калились, то здесь он термообработанный. 51 единица минус твердый. Сколько он будет ходить? Долго. Массу заливайте, и все будет нормально. Количество мы не делали так. Но если бы вот сейчас мы делали, что ясно, он должен быть тоже селективный. Как, например, поршни селективные, пальцы, идет селективный подбор. Под группу цилиндра подбирается группа поршня. Они же не все так делают. Под палец подбирается шатун. Я думаю, что вы никогда, никогда не слышали, что вот как первые распределительные валы на «Жигулях», первые, знаете, они быстро, довольно быстро, бывало, выходили, да, изнашивались, и тут были целые эпопеи. То здесь вот этого не происходило. Это был долговечный вал. Ну, кстати, и Тольятти делает тоже методом оплавления. Но наши двигатели начали раньше разрабатывать. Он уже такой вал был, заранее, изначально был предусмотрен. Но если я скажу, например, в 75-м году я еще не работал, рядовым работал, уже двигатели с таким распредвалом проверяли, да. Как они там его калили, как, ну, термисты лучше меня знают. Ну, вот они делали это. Все двигатели, они имели шестеренчатую передачу на распределительный вал. Коленчатый вал вращается в два раза быстрее, чем распределительный вал. Это связано с фазами распределения. А потом неожиданно стали ставить цепи. Сначала Тольятти поставил. А потом от цепей ушли ремни. В чем дело? А потому что ремни появились такие, которые имеют большую ходимость. Вы знаете, 60 тысяч ремень проходит без замены. 60 тысяч. Ремень имеет одно слово. Вначале Емир выпускал, шел в стальной корд. У них ходимость на стальном корде сразу будет ниже. Это новые, но потом придумали стеклянную нить. Тонкости знают более узкие специалисты. Они придумали, но там уже навевали стеклянную нить. Она позволила сразу поднять ресурс ремня до 60 тысяч. Поменять его несложно. На нашем двигателе по-прежнему, в отличие от других двигателей, даже зарубежных, применялось еще достаточно много магния. Отдельные детали были из магниевого сплава. Поддон из магниевого сплава. Он был недорогой в то время. И зачем штамповать? Штампованный был, во всяком случае, разница небольшая. Только много операций надо было. Здесь отлили, обработали. И он герметичный, надежный. И вопросов никаких нет. Другие детали там делали. Хоть детали уже было меньше магниевых на нем. Мы применяли. Со временем мы уже начали переходить и уходить от магния. Это связано с другими. Цена на него ушла вверх. И потом начали думать, как уходить на другие металлы. На алюминия, например. Жесткие требования предъявлялись и к обеспечению безопасности пассажиров. Автомобиль зарекомендовал себя не только резвым, маневренным, но и вполне надежным. Видите, вот здесь ловители специально. Для чего это делается? Во время лобового столкновения сейчас ударят по водителю. Чтоб капот не... Ну тогда уйдет, да. Скажите, при сильном ударе удержит? Машины испытываются, по-моему, 50 км в час скорость. Удержит? Нет. Вы сейчас увидите машины, чтобы здесь вот так открывались? Вы не увидите. В чем это дело? А сначала открывались. Так, потом... О! Кто-то придумал. Давайте наоборот ее откроем. Открыли. Да. Это автомобилисты лучше меня знают. Запорожье лучше меня знают. Я даже вот это говорю. Конечно, я прекрасно понимаю. Образование автомобильное. Высокие качества Таврии, прочность конструкции, выносливость узлов и агрегатов, экономичность подтверждаются многочисленными испытаниями. Сейчас я вам представляю человека, который принимал непосредственное участие в становлении вот этой вот машины на конвейер. Ивахненко Федор Федорович поступил на завод в марте 70-х года. Был в истоках становления сборочно-испытательного цеха, где осваивались стендовые испытания двигателей и коробок. Если я правильно понимаю, то вы занимались частично еще и ходовыми испытаниями автомобиля? Я не занимался именно ходовыми, потому что это есть определенная категория людей. Мне не приходилось. Я в основном... В основном стендовые испытания. Через мои руки где-то в обязательном порядке, это была сдельная оплата труда, проходило где-то более тысячи-тысячи силовых агрегатов, а точнее двигателей. Затем снова испытания. Теперь уже на специальном полигоне в разных дорожных и климатических условиях. Но и эти экзамены не последние. Автомобиль может попасть в самую, что ни на есть экстремальную ситуацию. На то время была нормальная машина, которая соответствовала тому времени. Естественно, сейчас время разбивается, время уходит, становятся другие стандарты, другие ГОСТы, появляются новые модели машин. Но на то время это была одна из лучших машин на Украине. В коробке передач нашей Таврийской и зарубежных тоже есть одна особенность. Вот на нашей коробке больше усилий. И когда мы работали, думали, как уменьшить усилия. Корейцы давили на нас. Да мы и сами это прекрасно понимали. Но там следующее. В мире Архимед придумал два рычага. Первого рода и второго рода. У нас применяется рычаг первого рода. Главное, чтобы она включалась, чтобы она не выключалась по ходу передачи и так далее. Вот я сейчас просто в нейтрале проведу сейчас проверку, предварительно проверку, как включаются передачи на неработающем двигателе. Это дает очень хорошую характеристию, как она будет включаться при движении. В передаче как будет включаться при движении. Никаких вопросов. При нейтрале я просто выжимаю сцепление и включаю первую передачу. На неработающем двигателе включаю. Она включилась. Все, я уже примерно знаю, какой уровень. Зная хорошо методику. Я еще ее не забыл. Включаю вторую передачу. Выжимаю сцепление и включаю нейтраль и вторую передачу. Она включилась. Включаю третью передачу. Она включилась. Включаю четвертую передачу. Включилась. включали пятую передачу включилась задняя может не включиться почему потому что задняя передача по-другому там принцип другой и возможно даже иногда прокрутка вала небольшого а вот эти пять передач все включились и кажется под те старые требования все окей под современные требования и то что сейчас видят уже этого недостаточно вот я сейчас могу оценить что эта коробка нейтрально включается с натяжкой на четвертый уровень а товарные лучше должны 6 6 уровня начинаться еще видите два уровня проскакивает после вот это здесь коробка уже улучшалась особенно когда доу пришло к нам эти ступенчатых коробок передач советском союзе на легковых автомобилях не было были все четырехступенчатые кстати первое 2108 это четырехступенчатая коробка они потом добавляли пятую передачу и мы им передавали свою коробку они изучали смотрели и принципиально то же самое сделано там небольшие отличия только сделаны по удержанию муфты самовыключение так далее в основном это идентичная нашей пятой передачи колебания производства есть и вам вы не всегда включите например здесь легко включается это говорит о том что коробка сделано хорошо хорошо у нас по коробке кстати кроме конструкторов очень толку толковых конструкторов у нас и очень сильная лаборатория была нам не сложно было сделать и потянуться не сложно было сейчас к сожалению мы это не сможем делать одним постарели ушли вторые не пришли и опыт наш не передан другим поколениям не по двигателю кстати не по коробке если подвигатель сейчас делает это остатки тех людей которые были это уже не тот уровень это уровень уже ведет ниже это когда мы говорим я сидел за рабочим местом беру деталь что я делаю конечно начинаю искать слабые места и хаять то есть но когда даю официальную оценку и тогда это далеко не так это не то абсолютно не так не из-за того что перехваливали еще на то время это был это было лучший двигатель и лучший коробка лучшая коробка в мире а дальше можно вот мы сейчас сравним то сравним то ну нельзя очевидно наши конструкторы вместе с запорожскими поняли что для экономии экономичности двигатель позволяет мощность двигателя крутящий момент позволяет бегать на такой поэтому нужна пятая передача дорога автомобиль шоссейный нужно пятая передача вот когда закладывали 5 передача то у меня вот автомобильное образование да и в запорожье когда учился меня не учили что надо именно буква и переключать вот так вот да это потом мир принялся буквой удобнее считай так это неудобнее чтоб человек не забывал, чтобы нечаянно не включил передачу. Мы вначале не учли это. Из-за того, что мы не придавали этому значению. Только вот это. Не из-за того. Мы легко то же самое могли сделать и развернуть наоборот. Но мы не придавали особого значения этому. И как вот изначально, 5-ступенчатая коробка была сделана вот таким включением. И поэтому мы поставили. Это чисто, сказать, что это недоработка. Нет, это неправильно. Это неправильно. Человек, который ездит только за Таврией, он не забывает и включает. Тем более, что заднюю включить невозможно. Есть блокировка включения задней передачи. Уже в более позднее время, когда у нас корейцы работали, я работаю главным инженером, я давал задание развернуть включение передачи. Потому что действительно люди говорят, говорят, говорят. И такая конструкция была нашими конструкторами. Они сейчас еще работают на заводе. Она была разработана. Но в связи с тем, что добавляется много деталей из-за развернутых шестерен. Добавляется... Ну, я не пошел на это. Сказал мне, оставьте, но делать так не будем. Большое спасибо за увлекательный рассказ. Мы действительно очень много узнали и из истории моторостроения. И, в принципе, про этот двигатель, чего мы действительно не знали. И хочу просто поблагодарить вас за то, что вы нас спустили в музей. И мы смогли посмотреть воочию, увидеть всю эволюцию развития запрошских, милитопольских двигателей в одном месте. Спасибо и вам за то, что посетили нас. Спасибо вам большое. Я думаю, это будет интересно тем людям в Украине, гражданам Украины, просмотреть это. Многие тонкости таких подробностей не знают. Нам не стыдно за завод, нам не стыдно за продукцию, которую мы начинали выпускать. Спасибо вам. Спасибо большое. Еще раз спасибо. Спасибо. И согласитесь, это действительно автомобиль для молодых. Автомобили «Таврия», выпускаемые запорожским производственным объединением «Автозаз», экспортируют внешнеторговое объединение «Автоэкспорт». Редактор субтитров А.Семкин